Английский мастиф. Характеристика породы собак. Крупнейшим представителям мастифов признается красивая, большая и благородная собака породы английский мастиф. Этих спокойных и непоколебимых собак внушительных размеров выбить из колеи совершенно невозможно. Отличаются они сильной привязанностью к хозяину и превосходными охранными качествами. Интересные факты. Английский мастиф – это порода собак, которая не один раз фиксировалась в книге рекордов Гиннесса. Именно представитель этого вида в 1989 году стал рекордсменом в весе. Мастиф по кличке Айкама Зорба получил звание самого тяжелого и высокого в мире пса. Зорб весил 156 килограммов. В холке пес достигал почти одного метра. На сегодняшний день представители этой породы также считаются самыми крупными. Собака английский мастиф. Отличительной особенностью считается храп во сне и обильное слюноотделение. Что касается особенностей характера, английские мастифы положительно относятся к людям и другим животным, а также отличаются хорошим самообладанием. Обратите внимание, несмотря на то, что во взрослом возрасте английские мастифы отличаются спокойствием и доброжелательностью, щенки имеют очень упрямый характер. Два раза порода собак находилась на грани вымирания, но благодаря трудам английских клубов ее удалось возродить и укоренить. История породы. Первые упоминания о мастифах датируются еще древними временами. По информации из источников предками английского мастифа являются тибетские и неаполитанские мастифы. Начало становления породы. В давние времена именно эти величественные и огромные псы жили рядом с людьми. Встретить представителей этой породы можно было в Египте, Персии, Вавилоне и других странах. Этимология названия. Сегодня людям известно несколько версий о происхождении названия этой породы. Одна из них свидетельствует о том, что слово мастиф произошло от искаженного мастера Оф-Сиф, что означает «господин воров». По другой версии название происходит от англосаксонского слова масти, которое переводится как «сильный». Помимо всего прочего, считается, что слово мастиф было употреблено впервые во времена Римской империи. Этап племенного разведения. Активное разведение собак английского мастифа началось в 1400 году. Толчком стал героический поступок суки этой породы, которая до прихода подкрепления всеми силами обороняла тело своего убитого хозяина. Благодаря преданности животного в Англии был открыт питомник представителей этой породы. Первый клуб любителей этой породы был основан в 1872 году. Первый мастиф современного типа был представлен на выставке в 1873 году. Животное сразу же стало победителем мероприятия, что подтолкнуло заводчиков к дальнейшим стараниям. Для справки. Порода практически полностью исчезла за пределами Великобритании после Первой мировой войны. После Второй мировой войны во всем мире насчитывалось всего лишь 14 представителей порода, но благодаря трудам и тщательно продуманной. В селекции данную разновидность собак впоследствии не только удалось воссоздать, но и существенно улучшить. Внешний вид, окрасы. Перепутать английского мастифа с другими собаками невозможно. Эта мускулистая, крупная и хорошо сложенная собака с атлетическим телосложением выделяется всегда и везде. Английский мастиф редкого тигрового окраса. Габариты зависят в первую очередь от половой принадлежности. Кобели, как правило, значительно крупнее сук. Высота в холке составляет от 76 см. Суки меньше и этот показатель начинается от 69 см. Вес полностью зависит от роста, но при этом по стандарту породы он не может быть меньше 80 кг. Голова прямоугольная и увесистая. Зубной ряд полный, крепкий. Прикус прямой. Нос крупный и широкий, при этом незначительно вздернутый с крупными округлыми ноздрями. Глаза могут быть как треугольными, так и миндалевидными. Уши посажены максимально высоко и широко. Форма у них треугольная. Конечности прямые и мощные, на них полностью отсутствуют складки. Хвост массивный и высоко посаженный. Окрас шерстяного покрова может быть бежевый, коричневый, палевый. Редко можно встретить английского мастифа тигрового окраса. Независимо от основной расцветки у представителей этой породы уши и морда должна всегда оставаться черного оттенка. Также в такой оттенок окрашено место по кругу глаз. Обратите внимание, неприемлемыми считаются белые пятна на теле у представителей этой породы. Характер и поведение. Как и человек, каждая собака отличается наклонностями и индивидуальными чертами характера. За продолжительное время своего существования характер мастифов существенно изменился. Из агрессивных и бойцеовских собак, представители этой породы превратились в спокойных и эмоционально уравновешенных животных. На сегодняшний день английский мастиф отличается следующими чертами характера. Сдержанностью, спокойствием, толерантностью, общительностью, благородством, самостоятельностью. Мастифа классифицируются как очень умные собаки. Их поведение отличается аристократичностью и английскими манерами. Мастифы – преданные друзья и отличные компаньоны. Взаимодействие с детьми и животными. При добром отношении к мастифу он станет преданным другом и всеобщим любимцем. К детям собаки этой породы относятся с особенной нежностью. Они никогда не откажутся поиграть с ребятишками. Но, несмотря на это, оставлять маленьких детей с псами не рекомендуется, так как животное может неосторожно толкнуть малыша. Хорошо относятся представители этой породы и к другим животным, особенно, к тем, с кем выросли. Они даже будут охранять и защищать их. Использование мастифов в травле. Травли животных англичанами проводилось по примеру римлян. В Британии начало боям положил Эдуард Исповедник. Именно в них использовались мастифы и мастифообразные собаки. Когда начинать обучение? У опытных владельцев процесс обучения мастифов трудностей не вызывает. Несмотря на то, что представители этой породы очень ленивые, воспитанию и дрессировке они легко подаются. Начинать обучение рекомендуется с полугодовалого возраста. Процесс дрессировки лучше всего проводить с перерывами. Уход за английским мастифом. В специфическом уходе представители этой породы не нуждаются. Так как мастиф – гладкошерстный пес. За его шерстяным покровом ухаживать несложно. Расчесывать животного достаточно всего лишь один раз в неделю, а купать достаточно несколько раз в год. Ежедневно надо осматривать уши, глаза и складочки собачки. Зубы надо чистить каждый день, а уши и складки протирать по мере необходимости. Нежное отношение мастифа к детям. Особенности питания. Английские мастифы в еде совершенно непривередливы. До 12-месячного возраста собаку надо кормить три раза в день, а после можно переводить пса на двухразовое питание. Правила кормления ничем не отличаются от стандартных. Обратите внимание. Мастифам строго запрещена резкая смена питания, так как это может привести к развитию иммунных заболеваний. Кормление должно быть сбалансированным и содержать все полезные вещества. Здоровье и болезни. Порода собак мастиф отличается продолжительным сроком жизни, который варьируется от 10 до 12 лет. Если животному обеспечить сбалансированное питание и правильный уход, то проблем получится избежать. Чаще всего английские мастифы болеют воспалительными заболеваниями суставов и зрительных органов. Также при неправильной чистке могут возникнуть проблемы с ушами. Кому стоит заводить? Заводить английского мастифа стоит только людям, имеющим определенную силу, чтобы справиться с этой мощной собакой в моменты непослушания. И проявление нежелательного поведения. Идеально подойдет такой пес опытным собаководам. Отказаться от приобретения щенка специалисты рекомендуют. Пожилым людям. Людям с ограниченными физическими возможностями. Детям. Неопытным в воспитании собак людям. При выборе обязательно надо учитывать, что изначально мастиф британский был бойцеовской собакой и на протяжении длительного времени. Представители этой породы отличались независимым и своевольным характером. Как выбрать щенка, питомники и цены. На территории России сегодня можно найти множество питомников, занимающихся разведением собак этой породы. При выборе щенка следует обязательно учитывать его характеристики и особенности. Для маленькой квартиры, конечно же, эти животные совершенно не подходят. Щенок английского мастифа. Щенка специалисты рекомендуют выбирать по темпераменту. Если пес приобретается с целью дальнейшей выставочной карьеры, то лучше всего в таком вопросе довериться профессионалу. Сейчас существует много питомников, но зарекомендовать себя успели далеко не все. Самыми лучшими питомниками считаются Мастиф Хиллз, Авалонсгард, Мастиф, Мэстов Зьюих, Леон Прайт. При выборе щенка времени и сил жалеть не стоит. Приобретать животное следует у проверенных заводчиков. Цена на щенков этой породы зависит в первую очередь от класса животного и питомника. Представители пэт-класса стоят в пределах от 20 до 40 тысяч рублей, брит-класса от 40 до 60 тысяч рублей, а шоу-класса от 50 до 80 тысяч рублей. Звездочка. Звездочка. Цены актуальны на ноябрь месяц 2019 года. Плюсы и минусы породы. Несмотря на то, что английские мотивы классифицируются как превосходные домашние питомцы, перед тем как приобрести представителя этой породы. Каждый должен осознавать, что такая крупная собака обязательно должна быть под контролем. Также рекомендуется внимательно ознакомиться с описанием характера, а также достоинствами и недостатками. К основным плюсам этой породы можно отнести. Превосходные компанейские качества. Спокойный характер. Прекрасное отношение к детям и другим домашним животным. Несложный уход. Неприхотливость в еде. Отличные охранно-сторожевые качества. Кроме положительных характеристик есть у представителей этой породы и недостатки. К ним относятся. Склонность к ожирению. Обильное слюноотделение. Дорогостоящее содержание. Необходимость в серьезной дрессировке. Английский мотив с щенком. Английский мотив по праву считается отличным домашним питомцем. Этот добродушный гигант при правильном воспитании станет отличным другом и компаньоном. Представителям этой породы не требуется особенный уход и специфическое питание, что делает собак особенно привлекательными для домашнего содержания. Звездочка цены актуальна на ноябрь 2019 год.